всем крепкого здоровья уважаемые друзья работе как вы можете заметить у меня сегодня немного другое амплуа прибыл я сегодня на рыбалочку для того чтобы испытать возможности своей палатки все расскажу подробно покажу ну и если будет рыбка то еще и половим прежде чем что-то ловить надо наверно немножко луны посверлить корни сорожка купала без прикорма прикорма клевет лучше прикормишь и наклевать предстоит окунек у берега попал значит ребят если кто не понимает чем еще занимаюсь я сейчас пытаюсь понять значит каком горизонте воды у нас сегодня более активная рыба пока поклевки у меня были только на двух и вот на метре вот 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 он подошел Оф Есть контакт Оф Есть контакт Кто-то есть Кто-то у нас тут такой интересный попал Время стремительно вертит к вечеру и надо уже ставить палатку Место я себе расчистал тут на одной ложке Где у меня клин более-менее нормальный конек Я тогда камеру засунул И увидел, что там плавают рыбки Для вещей самая лучшая приманка это когда есть какой-то кипиш на дне Первым делом надо будет поставить паук Время 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 Именно Время 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 Сейчас надо будет закармливать, они уже в палатке, чтобы у нас вот эта вот каша, которая из лунок вышла вместе с водой, чтобы она подмерзла, пока мы лунку кормим. Мне надо еще кормушку большую, так, нормального размера, и мурмыш. Ну все, лунки мы закормили, теперь можно пол ставить. Ну а сейчас, ребята, сверху на этот пол я буду ставить уже палатку. Так, поддувало. Сейчас мы еще, ребят, поставим растяжки. Сейчас еще должен отец у меня подойти, а то я, как всегда, приехал на рыбалку, малинку оставил дома, потому что на малинку я практически не рыбачу. С непривычки оставил дома малинку. Позвонил отцу, попросил, чтобы он привез мне насадку. Надо, наверное, разложить раскладушку, раскладушку у меня, ребята, СИП-Терма. Хорошая, сильная раскладушка. Извините. Вон, и отец идет. Ну как, идет обостановка. Ну вот, как-то так. Нормально, шикарный дом. Да. Все. Все. Вот, ребят, мой контейнер со всяким оборудованием. Со шлангами, печками, аккумуляторами и так далее. Вот так. Вот так. Вот так. Шланг силиконовый, но все равно на морозе дубеет. Очень сильная. Ну вот тут уже начинается тепло потихонечку. Сейчас я вам, ребят, еще одну штуку покажу. Так, ребят, вот, в общем, смотрите, какая у нас классная штука есть. Это тоже СИП-Терма делает. В общем, это накидка, как чехол, на раскладушку. Она вот так вот одевается. И так вот затягивается. Все. Тепло. Уютно и хорошо. И тут есть еще подушка. В общем, можно жить. Что там идет из трубы что-нибудь? Нет? Дымок? Да, лично идет. Ребята, я не знаю, вам видно, не видно, но вот уже идет дымок. Тепленький, горяченький, я бы даже сказал. Все. Отлично. Дом готов. Леща нет. Корм есть. Так, а вот, ребята, у меня свет. Свет. Я его еще даже не испытывал ни разу. Надо его испытать. Ну, проверим. В общем, ребят, свет этот идет на липучках. Его, по идее, можно в любое место прилепить. Первый бодажок, вообще непривычный для меня. Я же все на безмотылку, а тут сейчас мясо насаживать надо. В общем, сделал дома коромысло. Удочку такую простенькую купил. Вот шестик полетел уже куда-то. Ножки разъезжаются у этих удочек. Пришлось резинку колхозить. Ага. И коромысло вот такое вот маленькое. Идут на кивке, в общем, такая система. Тут резку заводишь. Хоп. И здесь тоже. Раз. И бусины поджимаешь. Все. Ну, у меня уже, получается, настроен кивочек этот, чтобы он у меня как бы под весом коромысла такое нейтральное положение занимал. Вот. А так надо дома это все дело настраивать. Почка у меня под малинку. Я один раз в палатке рыбачил. Вот. В общем, неудобно, когда у тебя коробка с малинкой, она нигде не зафиксирована. Потому что ты ее начинаешь, вроде как одной рукой держишь удочку, да? Или там крючок. Другой рукой надо тебе открыть коробку. Вот. И она у тебя в конечном итоге куда-нибудь сбрякает. здесь как бы вот более-менее удобно. Первый пошел. Я что-то ребят проголодался прям жестко так. Надо разогреть, покушать. Вот такая вот у меня корелочка тут есть. Портативная. Взял я с собой из дома немного еды. Сейчас я все это дело разогрею и у меня будет все отлично. Отец у меня ушел. Я сейчас повешен свет. Думаю, что надо поставить еще одну удочку и посидеть сколько посижу. Посмотрим. Если рыбка не будет клевать, тогда я буду тут без ночевой. Если рыбка начнет клевать, ну тогда останусь. Буду ловить. А сейчас давайте я вам покажу, как я тут собственно говоря обустроился. Здесь у меня идет баллон с пропаном. Шланг у меня идет прокинут вон там. И выходит вот сюда вот. Плиточка у меня идет гефест. Теплообменник. Дальше тут аккумулятор. От него у меня запитан получается кулер на теплообменник. И также запитано у меня освещение. Значит, работает оно у меня вот с таким пультом. То есть я могу сделать более тусклое освещение. Вот такое вот прям совсем. И могу максимально добавить. Ну и плюсом ко всему здесь еще есть различные режимы. То есть она будет мигать, если там нажать. Вот видите, такая светомузыка какая, да? Значит, дальше. Роль импровизированного стола у меня выполняет вот такой вот большой контейнер. Очень удобная штука. На нем можно и покушать, и что-то приготовить. И в то же время это такой достаточно объемный бокс, в который у меня влазит и теплообменник, и трубы. И в общем, чего у меня только в него не влазит. По складушку я вам уже показывал. Сидеть на ней мягко. Благодаря тому, что вот это вот сверху накидочка есть. Тут у меня подушка. Сигнализация. В общем, говорят, тепло, хорошо и уютненько. В общем, ребят, хотел я вам еще показать одну штуку занятную. Значит, эхолотик. Вот такой вот беспроводной эхолот. Я его еще не испытывал. Надо посмотреть, как он работает. В общем, опускаешь его в лунку на телефоне. Включаешь приложение, которое устанавливаешь заранее дома. Вот он у меня соединяется сейчас. Телефон соединяется с эхолотом. Вот сразу же у меня тут пошла какая-то шкала обновлений. Обновляется он. Заработала у меня светомузыка. Вот смотрите, что тут рисует. В общем говоря, вот эти вот шкалы, которые вот здесь вот идут, если вы можете заметить, полосочки такие. Это рыба, которая сейчас есть под лункой. Просто она вот ходит вверх, вниз. В общем, не крупная рыбка. И вот по дну уже начал кто-то шариться. Вот видите, тоже такие достаточно широкие полоски. Вот опять кто-то всплывает. Видите? Вот. Не знаю, видно сейчас или нет. Вот кто-то всплывает. Но кто-то уже под лунками есть. Сейчас, ребята, вот еще одно коромысло поставить хочу с леской 0.14. И насажу, наверное, парочку опарышей. Сидим, сидим, смотрим мультики на эхолоте. Но рыбка не клюет. Температура воды здесь рядом на поверхности 2 градуса. По дну шарится кто-то. Камеру вот я тоже видел, то что рыбка ходит. Сорожки там какие-то недобитые, маленькие. Но... Лещуки пока нету. Но вот когда мультики на эхолоте смотришь, тогда вроде как даже интересно сидеть. Просидел я, ребят, без малого практически 3 часа. Значит, не увидел ни одной поклевки, ни одного тычка. Посмотрел эхолот, и эхолот показывает, как по дну ползает мормуш. Засунул камеру, начал пить чай. Пил чай примерно полчаса. Специально вот прям чаи гонял и смотрел в камеру. Вообще абсолютно никто не плавает. Прям никого вообще я не увидел больше. Поэтому эту рыбалку я сейчас буду заканчивать. Но я очень сильно не расстраиваюсь, потому что эта рыбалка у меня была пристрелочная. Для меня было важно прийти, поставить палатку, посмотреть, каков он этот быт внутри палатки изнутри, так скажем. Сделать для себя какие-то определенные выводы по части сборки, по части разборки, чтобы к следующей рыбалке быть абсолютно готовым. Я надеюсь, что это видео вам понравится. Может быть кто-то для себя что-то новое подчеркнет и возьмет. Всем крепкого здоровья и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok